привет друзья сегодня мы с вами приготовим очередное невероятное блюдо это из разряда iconic food то есть иконическая еда название его пола аля пармиджано это итальянский вариант английский вариант chicken parmigiano по-русски курица пармезан это блюдо на сегодняшний день одно из самых популярных ресторанных блюд особенно в америке в канаде вся латинская америка австралия вообще crazy по поводу этого блюда это блюдо сравнительно новое оно было придумано и скажем так разошлось по миру из америки в итальянской диаспоре в 1950 году это всего лишь навсего по сути куриный шницель приготовлены из грудки которую отбиваются делают ее плоской и в панировочных сухарях обжаривают вопрос возникает ну а какие дела почему почему так вдруг это блюдо стало такой популярным ну во первых то что в панировочные сухари итальянцы добавили пармиджано сыр по инвизан относительно этого вкус курицы конечно же стал очень уникальный второй момент это блюдо когда оно готово уже поливают соусом бешамель или же соусом марне сегодня мы с вами приготовим соус марне то есть сырный соус после этого он подпекается под грилем и подается с салсой как правило это лишь салса верди или же салса роха зеленый мы салса уже с вами приготовили сегодня приготовим в мексиканском стиле сальсо роха то есть красную сальсо давайте начнем с красного соуса разогревать чугунную сковородку ну или какая у вас есть овощи вот два помидора мы должны их обжарить буквально до готовности у них шкурка должна даже слегка почернеть несколько чесночин 1 4 красная луковица небольшой хвостик перца чили и половинка болгарского перца капи вот и все дело не хитрое закрываете крышечкой и пусть эта история у нас с вами томится для нашего блюда мы будем использовать очень много бекона разные рестораны используют свои вариации сегодня как всегда даю свою авторскую версию возможно она вам понравится и зайдет как говорится запекаем бекон бекон у меня как всегда наш домашний посмотрите как мы его делаем в принципе дело не хитрое но если нет и лень просто купить в магазине и запекаем его в духовке до приятного поджаренного хрустящего состояния давайте сейчас приготовим сырный соус мы его будем готовить начиная соуса бешамель затем мы перейдем в соус марне сливочное масло 30 грамм пол луковички небольшой 2 зубца чеснока щепотка тимьяна щепотка орегано мы с вами делаем итальянский вкус немножко белого вина чуть-чуть черного перчика соль к соль мы с вами уже будем доводить позже когда соус будет готов при приготовлении соуса бешамель рекомендуется на каждую столовую ложку масла столовая ложка муки так мы с вами и поступим так как он сделали тише и начинаем разбавлять всю нашу эту историю обычным молоком добавляйте понемножку у нас с вами должен получиться состав похоже на кисель давайте перевернем вот средним на столовую ложку муки у нас ушло около стакана молока добавляем сыр это у меня сыр гуэр это у нас сын пармиджано итак наш бешамель переходит в состояние соуса марне плиту можно выключить смотрим что у нас здесь нам нужно чтобы был вот этот цвет видите такой вот коричневатый и в то же время овощи были мягкими так ну вот сырный соус готов давайте доведем его солька все великолепно убираем в стороночку ой какая вкуснятина да да согласен с тобой все убираем в сторонку будем использовать его немножко позже сейчас мы с вами сделаем настоящую мексиканскую сальцороха то есть красный соус все у нас достаточно мягкая сочная да мы с вами будем делать традиционно так как это делают непосредственно в мексике в мексике для соуса для такого соуса существует большой морта морта это ступка но у меня она маленькая но тем не менее мы с вами будем соблюдать все традиционные приемы приготовления этот соус должен быть фактурный это все делаем правильно добавлю немножечко вот помидорок чтобы у нас там было повлажни фактурненько да так найти вот по национальному вот такая у нас с вами история получается добавляем сюда петрушечку щепотку кориандра обязательно небольшую щепотку кумина или жезира именно эта специя даст тот самый правильный мексиканский вкус эту станцию обязательно нужно делать заранее намного раньше чем начнете готовить и цыпленка так чтобы специи разошлись настоялись и все получилось у нас с вами ароматный вкус на соль потому что мы с вами не солили я добавлю чуть-чуть черного перчика у нас все-таки вместе ли немножко цедры лимона сок лимона до столовую ложку достаточно ну и оливковое масло столовая ложка ну что скажете как вам нравится красотища да наша салса роха готова даем ей постоять ближайшие 15 минут бекон наш готов кстати обратите внимание видите бумага но когда я убирал его с листа бумаги ведь не было почему потому что когда бекон горячий он очень липкий соответственно если бы вы положили его сразу на бумагу он бы к бумаге прилип как только он слегка остынет вы его сразу снимаете подкладывайте бумажечку чтобы весь лишний жир с него стек и все и все дела теперь что мы делаем нам этот бекон необходимо порезать порубить беленькая он нам понадобится в мелкий как всегда друзья я вам показываю оптимизированную работу на кухне мы с вами приготовили сырный соус он у нас стоит готов до сторонку прикрыли чтоб не обветривался бекон мы с вами пожарили у меня здесь в среднем 300 грамм а прекрасно наша красная салса готова увидите да сейчас я поставил греться фритюр не на максимальный огонь так чтобы он грелся потихонечку когда мы будем готовы масло уже будет тоже горячее почему потому что нужно время нагрев его нагреть правильно поэтому все должно работать одновременно сейчас я уже поставил воду мы будем варить здесь спагетти с этим блюдом прекрасно сочетаются спагетти во всех ресторанах как правило подают спагетти кстати можно и с картошечкой пюре зафигачить это будет идеально но я сделаю в классическом ресторанном стиле я приготовлю сегодня только одну грудку так чтобы вам продемонстрировать это блюдо и принцип его приготовляю теперь нам нужно ее отбить сделать плоской берете молоточек и потихонечку толщина должна быть чуть меньше сантиметра вот такая вот у нас с вами получилась штучка в сторонку мука средний пол стакана даже меньше как вы помните я мясо не перчим не солил среднем пол чайной ложечки соли сладкая паприка неполная столовая ложка это сухой лук полная полная столовая ложка сухой чеснок полная столовая ложка совсем немножко черного перца много не надо потому что наша салса достаточно агрессивно острая все смешали это у нас сухари панко такая стружечка прекрасный сухари для панировки что такое панко и с чем его едят посмотрите вот в этом видео 50 грамм сыр пармиджано сюда же добавляем 1 2 3 4 столовых ложки нашего замечательного бекончика вы уже наверно представляете да какое это будет чудо раз чудеса также давайте сюда добавим 2 столовых ложки семечек кунжута вот этот бекончик мы с вами будем использовать к нашей лапше в спагетти сегодня у нас беконная история невероятно вкусная плотная эффектное блюдо которое вы можете использовать для своего праздника 2 куриных яйца включаем фритюр на 180 градусов доводите воду до кипления будем варить спагетти чайную ложку соли совсем немножко оливкового масла прежде чем начинать жарить курочку включайте духовку 250 градусов только гриль желательно с вентилятором возьмите лист нужна решетка все приготовьте все должно быть готово мука и есть наша соль и все специи основные ну конечно но это вообще классика все начинается с муки яйца о боже мой боже мой все готово сейчас масло будет 180 градусов и сразу начнем с вами жарить вода у нас закипела отправляем спагетти 180 градусов отправляем наше мяско это должно быть в среднем 45 минут до красивого золотистого цвета приготовьте лист спагетти вот посмотрите к а я ее 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 я с беконом к беконные зимы Ну еще, там такие ингредиенты офигительные. Наш сырный соус. И что самое примечательное, вы же помните, сколько там сыра, да? Вот посмотрите-ка, как он выглядит. Вот он торчит, вот он, вот он. Это все сырок? Это сырок? Конечно. Парниджано, вот он, благодарный сырный. Он не боится высоких температур, но и пережаривать его тоже ни в коем случае не нужно. Иначе он будет горчить. Ну вам все, что пережает, всегда горчит. Да. Так, слышите? Это говорит о том, что сейчас все соки начали выходить из курицы. Все, она готова. Так нельзя подводить, чтобы она была сочная? Нет, нам нужно все, чтобы она была у нас сочная. И вообще грудка готовится крайне быстро. Укройника? Да, все. Все, готово. Сейчас, буквально через 4-5 минут, будут готовы спагетти. И мы все с пылу жару сразу с вами подадим наш ценный соус. Вот такой вот слой у нас с вами получится прекрасного сырка. Давайте посыпем его сыром груер. Ну или любой твердый сыр, который у вас есть. И для красоты, давайте чадара. Для цвета. Для цвета. Да, вот так вот. Отправляем в духовку поближе к грилю. До момента, до момента, когда наша поверхность будет такая красивая, поджаренная. Короче, смотрите, так, чтобы он не сгорел у вас. Заводим буквально парочку минут, и будем следить за этим делом. Угу. Вот. Наши спагетти практически готовы. Помните, спагетти должны быть аль денте. Спагетти наши готовы. Сливаем. О, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, как вам? Сексуально. Сексуально, правда? Желтенько. Да, то, что доктор прописал. Нет. А сейчас с вами будем делать спагетти. Вкусные спагетти. Кусочек сливочного масла. Сыр пармиджано. Делайте по вкусу. Мы любим сыр. Столовая ложка сухого лука. Сухой чеснок. Весь наш этот бекон. Три полных столовых ложки. Зеленый лучок. Петрушечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как вам? Бомбически, да? Очень вкусно пахнет. Так и хочется съесть. Все готово. Давайте сервировать. Ну, друзья, вот такое достаточно простое, но невероятно вкусное блюдо вы могли бы подать на свой праздничный стол. Посмотрите, какая красотища, да? Нежная, мягкая котлетка. Спагетти, которые полны вкуса. Наши две салсы. Зеленая и красная. Нужно срочно это попробовать. Какая красота. Какая красота. А сочная. Обратите внимание. Вот так вот, ребятки. Попробуешь первое. Давай. Она сама по себе это очень вкусная. Очень нежная. Сочная. Хрустящая корочка. Ароматная. А вот эта сырная подушка сверху. Такой, знаешь, очень нежный вкус. Сырный. Нравится? Купила бы в ресторане? Да. Купила бы. Отлично. Замечательно. В принципе, марне и бешамель это же, как я уже говорил, брат и сестра. Потому что бешамель готовится. Вначале молочко, маслице, ну и так далее, и так далее. А потом уже в бешамель добавляется сыр. И получается сырный соус марне. С нашей замечательной салсой руха. Руха. Ой-ой-ой. Ммм. Сыграл этот контраст в вкусах? Невероятно. Нет, я это должна попробовать. Только маленький кусочек. Маленький-маленький кусочек. Обязательно должна попробовать это. И куда вся острота делась? Рисался. Помидорки, кстати. Все эти печеные овощи. Ну, если есть какая-то острота кисленькая, ну совсем чуть-чуть. Легкая очень. Ну, она как раз помогает раскрыться от курочки, правда? Получается, уже бешамель, он такой очень ровный, нежный. И это остренькая специя. Салса. Очень хорошо. Руха. Руха. Так, как и от испанца. Да. Хорошо. Ну, наша замечательная, замечательная, пререзамечательная спагетти. Ой, спагетти, вы посмотрите. Вы посмотрите. Кружева, не спагетти. Кружева. Разве что, может быть, невкусно. Со спагетти будет очень хорошо наша зеленая салса. Так, ну и опять же зеленая салса будет хороша и с мясом. Так, ну-ка. Я должен обязательно вам подтвердить, что это Алис Гуд. Ха-ха-ха. Короче говоря, друзья, блюдо невероятно яркое. Оно правда праздничное. Несмотря на то, что всего лишь лапша, всего лишь куриная грудка. Какие дела? Это блюдо, вы знаете, вот оно порадует каждого вашего гостя. Ну, и вас, в том числе, конечно же, вашу семью. Невероятная комбинация специй, вот этих вот соусов наших, сыра. Друзья, на этом все. Надеюсь, вам было со мной сегодня интересно. Вам понравился рецепт. Постарайтесь обязательно его приготовить, не игнорируйте. Действительно, это очень вкусно. Готовится крайне просто. Ну, увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова